Вот, и эта выставка не государственный музей, как, допустим, Эрмитаж, это частная коллекция, коллекционер Анатолий Ромнева из Дюбергенштейн. Собиралась коллекция около 30 лет. Вот, и мог работать на дровах. Сюда закладываются дрова, в результате неполного сгорания вырабатывается газ, собирается в снижающие резервуары, очищается. На этом газе машина могла работать. Это пригодилось и в годы войны, была проблема с топливом. И такие автомобили могли работать на трассах, где другие не могли работать в принципе. Дальние сибирские трассы, глухие районы Вологодской, Архангельской области, где не было топлива заправок. Там даже если бы обычный автомобиль брал топливо на обратный путь, ну, начиная с какой-то дистанции, он мог бы топлива бьется. Полуторка военного, 43-го года выпуска. Идет война, техника ебнет, и конструкция обращена. Все, что можно заменить, металл на дерево заменено. Нет передних тормозов, нет переднего бампера. Парапелька отна. Были даже еще более украшенные. Вот как на фотографии машины 42-го года. У нее даже ни дверей, ни крыши вместо этого брезентовой шторки. Она на фотографии, потому что стояла на этом месте. Это более-менее экспонат ее занял ее место. А так у нас не вся клиника, которая в залах представлена. Есть еще, так скажем, запасники. Но если куда-то выезд, ну, конечно, клеточки едут технику из гаражей. Это уже на 9 мая. Поэтому, как и год назад, пошат на это участие. Сделали еще. Самые распространенные советские домоверные автобусы использовали сильно городских маршрутов. Как служебные? В данном случае милиция, а осавиакин – это то, что сейчас называется «косава». Если вот этот автобус ленинградский, такой темно-синий, это московский. Помимо цвета, ну, как говорят, как красная Москва, у московского хронированные детали, единое лобовое стекло, похожее, что такое со собой. Москва, столичный статус, вот и городской автобус будет отличаться. Товаропассажирское такси на базе полуторки. Такие были востребованы на маршруках, которые связывали, допустим, вокзалы, колхозный рынок. Приезжали колхозники, ехали на рынок, торговали уже свои продукции. Пикап на базе полуторки, их было выпущено не так много. На сегодняшний день такая информация что-то единственное, вот, в такой модификации существует. Горит и скорая помощь, только не на базе грузового. Официальное название полуторки – ГАЗ-АА. Где буквально А? Это на базе легкового ГАЗ-ААА. Вот, а теперь мы перейдемся... Твоих ласковых глаз Как я хочу К ним прижаться сейчас Губами Темная ночь Разделяет Любимая нас И тревожная черная степь Пролегла между нами Верю в тебя Дорогую подругу мою Эта вера От пули меня Темной ночью хранила Радостно мне Я спокоен в смертельном бою Знаю, встретишь с любовью меня Чтоб со мной не случилось Но скорость такого не требуется Движется со скоростью Обычной солдатской колонны Здесь спрягаются лошадки И опять-таки резина-каучок Дефицит в годы войны Тоже экономия Сорокопятка еще до модернизации Еще колеса, как у телеги На начало войны Пробивали броню любого немецкого танка Ну, средний танк, лобовую броню Надо было Подпустить поближе Так могли справиться Вот, когда у противника Стали появляться уже более тяжелые танки Они справлялись Ну, матов, отступающую пехоту Как тогда говорили Огнем и колесами То есть, начинается наступление Гаубиц и Канюша Обработают передний край противника Пехота пойдет наступление Тяжелые орудия отстанут Сорокопятка легкая Орудия могла прикактаться Расчет на поле По определению меньше, чем обычных По одну на часть На эскадрон Кавалерия часто действует Вот, в ряд основных сил Развивает выступления Поддерживать связь с командованием Вот, можно с помощью вот этих Кажется, причем Полевые кухни стояли на вооружении Красной Армии Можно готовить едой В процессе движения Лошадки Присоединяем К автомашине Все будет двигаться Попыхивает рукой Остановятся солдаты на привал Ну, все готово Каша, можно пообедать Продолжать наступление Не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда А превратились в белых журавлей Они до сей поры Мы с времен тех дальних Летят и подают нам голоса Не потому так часто и печаль Мы замолкаем, глядя в небеса Летит, летит по небу Клим усталый Летит в тумане На исходе дня И в том строю Есть промежуток мало Быть может Это место для меня Настанет день Журавлиной стаи Я поплыву в таком Вообще Более 17 миллионов человек Удалось спасти А более десяти миллионов удалось вернуть в строй. Это очень большие цифры. Вот можно сказать, что армия, которая, что мы умерли, это солдаты. Мне кажется порою, что солдаты С кровавых, не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей. Целый класс кораблей у немцев был, которые могли уходить далеко в океан. Ставились вот такие радиоприемники. Чувствительность такая может принять сообщение практически вокруг земного шара. Ламповая техника не уступает современным. В каюте у капитана стоял вот такой радиоприемник. Такие радиоприемники выдавались немецким офицерам. Их так и называли офицерские чемоданчики. Чтобы офицер в условиях фронта, в лендаже, мог слушать голос там фюрер, голос министр пропаганды Гейберса. Основной полевой телефон вермахта. С помощью такого полевого телефона немецкий офицер вот и давал команду на батарею. Допустим, открыть огонь по Ленинграду. И целая коллекция радиоприемников, которые использовались гражданским населением Германии. От дешевых моделей. Их цена была доступна семьям с низким достатком. Их так и называли народные радиоприемники. Ну, то есть доступные, да? Так вот, от дешевых народных до дорогих цена которых уже тогда была сравнима с ценой автомобиля. Вот этот радиоприемник 1939 года, он уже тогда стоил не просто как автомобиль, а автомобиль типа Майбаха. Вот эта шкала, увеличенная шкала этого радиоприемника. Каждая лампочка, крупная радиостанция того времени. Они сейчас все горят, а так бы загорелась у вас лампочка Парижа, вы бы слушали Париж, Рим, Мадрид, Лондон, ну и так далее. Как бы сейчас сделали, но все элементарно, светодиодики, да, и червохидровые. А в Советском Союзе по пути радиотрансляционного сообщения. В каждую квартиру шли провода, подключался вот такой репродуктор. И мы с вами еще поговорим о том, как вот такая черная тарелка репродуктора и звук метронома стали символами блокады. У нас новая экспозиция для этого. Целая конвекция патефонов. У патефона какой плюс? Не требуется электричество. 85 мм до сегмента с по высоте более 10 км, то есть любой немецкий покладировщик можно было сбить вот этих зенитых породов. Они думали, что мы плячь бронюстанцию выходом в парке и обстреливали парки в один остров. А как делалось? Поднимался аэростат, он вытягивал стальные просы. Этот просы использовали как антенну, это позволяло везти вещами на такие странные, на большую территорию Советского Союза, что Ленинград держится, борется, сражается. Вот датсан использовали как на Валининграде. Это абонидная карта Ленинграда, и вот на ней отмечены важнейшие объекты связи и радиовещания. Вот только что мы говорили про датсан, да, вот он в верхнем левом углу. Немцы стояли с юга, направление это не точно вычисляли, ну вот в расстоянии ошибались, думаю, у нас радиостанция в парке. Ну и вот эта радиостанция, ну как я говорил, да, поднимался аэростат, вытягивал стальной прос, который использовали как антенну. Ну это позволяло, да, вот это слова говорит Ленинград, да, в общем-то раздавалось на весь мир, что Ленинград держится, борется, сражается. Вот дом радио, это улица Малая Садовая, дом 2, а здесь представлена обстановка дома радио. На столе у звукотехника метроном, микрофон, если в городе все спокойно, метроном ставился на такт где-то 60 ударов в минуту. Вот как мы слышим, да, это примерно как сердце в спокойном состоянии. А если сигнал воздушной тревоги передается граждане, воздушная тревога и метроном переставляется на такое, на более частое положение. Ну и не случайно звук метронома сравнивали с сердцебиением блокадного Ленинграда. Время от времени выступление Ольги Бергольц, вот она перед нами, она была известная поэтесса своего времени, но ее голос в дни блокады стал родным и близким для жителей блокадного Ленинграда. А эта часть нашей выставки, блокадная улица, была построена... Ольга Бергольц... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Только пули свистят по степи Только ветер гудит провода Тускло звезды мерцают Темную ночь Ты, любимая, знаю, не спишь И у детской кровати тайком Ты слезу утираешь Как я люблю В глубину твоих ласковых глаз Как я хочу К ним прижаться сейчас Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сначала войну многим давалось знать Эсэнертирую пасу Другими в лес отказывались Дорогую, подругу мою Эта вера Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На стеночке портрет Сталина Руководитель страны Дзержинский Основатель ЧК Если бы был портрет Не Дзержинского, а Ленина Вот так бы выглядел кабинет Партийного руководителя И у Сталина, руководителя страны Кабинет, в общем-то, был в таком же стиле Ну, только, конечно, у Сталина был кабинет Побольше Тоже стол был покрыт зеленым сукном И все, пишущая машинка, телефон И все того времени На сейфе бюст Кирова На радиоприемнике Дзержинский А на тумбочке бюст Берия Он стоял во главе органов НКВД Ну и вот такой деловой стиль Уже распространялся на всю страну Карта Субтитры создавал DimaTorzok 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 Требуется Требущей уб船 В чтении правде Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Домой вернулся И все о той весне Увидел я во сне Пришел распятый мир Улыбнулся Что вьюга отмела Что верба развела И прадед в войны Домой вернулся